здравствуйте мы с вами на канале это он тиви и вы смотрите программу моё слово закон сегодня мы поговорим о самом раскрученным израильском бренде вы конечно подумали об автомате узи или танки меркава или еще больше вероятно что вы подумали о системе железный купол нет с нашим гостем адвокатом или гервисом мы будем говорить сегодня о израильском паспорте дарконе или так почему это самый раскрученный бренд потому что все хотят его иметь потому что он дает возможность гражданам израиля которые до этого или параллельно с этим являются гражданами россии украины белоруссии других стран постсоветского пространства возможность очень свободного путешествия по миру то есть это документ который дает путевку к свободе путевку в жизнь наверное все таки к свободе они в жизнь и жизнь у этих людей и так достаточно неплохая но да это безусловно облегчает передвижение по миру они только приезд в израиль и почему к нему так стремятся то есть мы говорили на прошлое в прошлой передаче право лисе пасе так чем же dark он лучше dark он лучше по трем следующим параметрам во первых если лисе паса выдается на год или на два года а менять или обновлять его нужно за полгода до окончания срока таким образом если вы получили на год то каждый полгода вам придется приходить в израильское консульта или в мвд в израиле его меня есть прерывать отдых на канарских островов и прилетать чтобы поменять я не знаю есть на канарах израильское посольство если да то можно продлиться по сайтам dark он выдается первый на пять лет 2 каждый последующий на 10 второй момент если лисе паса по нашим изысканиям дает возможность безвизового въезда примерно в 20 небольшим стран то dark он дает такую возможность в более чем 90 стран и третий момент если касательно лисе пасы этот момент отдан на откуп разных стран и страны периодически меняют свою политику например англия еще три года назад с лисе паса замечать опускала без виз а после того как в дубае прошел теннисный турнир который трагически закончился для господина альма пхуха после этого я не утверждаю что вследствие этого на сайте английского мида информация поменялась и вместо ответа на вопрос нужна ли мне виза с лисе паса ноу следует теперь ответ нужна ли мне виза с лисе паса с с dark он ами этого всего не происходит и соглашение о бизнесом въезде в 90 с лишним стран обеспечивают свободу передвижения почти на сто процентов а скажите пожалуйста для получения dark он а нужно ждать какой-то там я слышал год или полтора чтобы его получить это правда или есть или это тоже миф относительно года это правда миф что этот год нужно отбыть или отсидеть в израиле от звонка до звонка это неправда этот год нужно набрать кумулятивно суммарно в течение определенного периода времени который незаконными не директивами не подзаконными актами нере не регулируются но на основании нашей практике примерно понятно что если из первого я подчеркиваю из первого года пребывания в израиле после получения гражданства простите из первых полутора лет вы наберете год то дракон на пять лет с очень большой степени вероятности получите если вы эти самые 12 месяцев наберете из 24 тогда почти с такой же степени вероятности дракона вам не видать как своих ушей где проходит граница на 17 или на 18 месяцах каждый может попробовать на своей шкуре но интересно что вот информацию которую вы сейчас сообщили я пытался выяснить на сайте министерства внутренних дел в законе о паспорте ничего такого не написано откуда вы это знаете действительно закон о паспортах говорит что министр внутренних дел имеет полномочия выдавать людям за грамм паспорта двух видов дракон или сэпосэ и особенно подчеркивать что имеет право выдавать ли сэпосэ людям которые не пустили корни в израиле относительно того где проходят вот эти самые границы когда выдается дракон когда выдается леса паспорта подзаконных актов не существует есть определенные директивы в которых тоже отсутствие информации больше чем информации однако существует так называемая устная тора предания которые чиновники мвд передают из уст в уста и адвокаты тоже и адвокаты занимающиеся этой сферой примерно знают как поведет себя чиновник мвд в конкретном случае пример который я привел с тем что нужно набрать 12 месяцев из 18 нере не регулируются директивами но на основании нашей практике мы знаем набрали 12 из 18 получили дракон на 5 лет скажите пожалуйста мы знаем что не бывает правил без исключений так ли обязательно отбывать вот эти там 12-15 месяцев или есть какие-то варианты когда можно получить это гораздо быстрее то есть человеку нужно срочно отбыть по делам бизнеса если такие пути исключения из правил действительно существуют но они потому исключение что их априори должно быть очень мало и действительно есть решение израильского совмина о предоставлении драконов в первый год после получения гражданства который распространяется на очень ограниченное число людей и по данным которые мы в свое время получили от мвд в рамках судебной тяжбы с мвд по закону о свободе информации нам стало известно что количество драконов которые выдаются в год на основании вот этих исключительных правил по решению израильского совмина исчисляется небольшим количеством десятков 10-20 в год то есть это действительно в порядке исключения в порядке исключения если есть совершенно эзотерические исключения как-то жены и мужья израильских дипломатов которых не так много очевидно из наших зрителей то есть две действительно основные категории по которым проходят вот эти самые несколько десятков в год скажите пожалуйста я услышал такую вещь что можно допустим мне нужно поехать я договариваюсь с каким-нибудь своим приятелем у которого есть бизнес в израиле и он меня посылает как бы в командировку в россию то я командировочные представляем в мвд таким образом доберемся на этого тоже но я думаю что имеет смысл все-таки чуть подробнее рассказать про эти самые исключения те самые несколько десятков которые все-таки дракон получают до истечения первого года или вообще не проживая в израиле их можно поделить на две основные категории категория первое это деятели науки искусства спорта культуры мирового уровня выдающиеся деятель выдающиеся деятели и там критерий очень простой когда ко мне обращаются люди с вопросом а могу ли я получить а являюсь ли я выдающимся могу ли я получить дракон на основании этого критерия я прошу их подойти к зеркалу и задать себе очень простой вопрос кто больше хочет чтобы у тебя был дракон ты или государство израиль если об этом мечтает государство израиль потому что ты профессор американского университета который много лет работает в махон вайцман то у тебя есть хорошие шансы если ты дирижер уровня зубина мэтты или спортсмен уровня гарри каспарова понятно государство израиль заинтересовано чтобы ты свободно передвигался по миру нося перед собой вот этот самый серпастыми нараст и израильский дракон в противном случае если это нужно тебе то скорее всего настолько выдающимся ты не являешься вторая категория это меценаты это люди которые жертвуют на различные израильские или еврейские проекты вне израиля очень крупные суммы измеряющиеся сотнями тысяч евро опять-таки относительно этих людей государству понимает что у них наверное если они жертвуют такие суммы то зарабатывают они на порядке больше и возможности находиться в израиле безвылазно или безвыездно у них нету и поэтому государство в рамках благодарности за пожертвования а ни в коем случае не в рамках взяток на малой арнаутской выдает им драконы вот на этих самых исключительных основаниях еще одно исключение про которое хотел бы рассказать которое доказано нашей судебной практикой эта ситуация когда семья постоянно живет в израиле а глава семьи мотается по миру семья понятно драконы имеет жена дети сам глава семьи не набирает достаточно времени для получения дракона в этой ситуации нам удавалось заставлять мвд выдавать дракон по следующей причине в законе написано что мвд должно проверять пускать ли человек корни на практике мвд проверяет только количество дней который человек находится в израиле и мы утверждаем что это незаконное поведение мвд что они должны проверять центр жизненных интересов поскольку он находится в израиле дракон нужно выдавать поскольку семья здесь ты совершенно ренту жизнь один раз нам пришлось обратиться с таким делом в суд и прокуратура объяснила мвд что они неправы и мы закрыли внесудебный компромисс после этого нам часто удается договариваться об этом с мвд и вне суда при необходимости мы обращаемся в суд и напоминаем мвд у правильной политики но как насчет моего наивного вопроса командировки за границу знаете наверное самая большая проблема самая большая ошибка это думать что чиновник дурнее чем ты если бы этот вариант работал то по миру бы путешествовала огромное количество израильских граждан не проживающих здесь с командировочным удостоверением и израильским драконом на практике этот вариант понятно не работает понятно мы благодарим адвоката или гервиса на сегодня наша передача закончена вы смотрели программу моё слово закон на канале и тон тиви всего доброго до свидания спасибо 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 спасибо